итак друзья сегодня мотель под названием импера поселки дизила вот так войдет там вот здесь вот ресторан кухню на втором этаже бар и там бассейн это я вам тоже сниму вот здесь два бассейна 1 0 наверху а другой там весь крытым бассейн открыться все сезонные все его покажу что начали смотреть здесь вот днем в основном дети купаются потому что есть очень тепло даже сейчас уже вечер но сколько у нас время почти 8 вода очень теплая открытая вентилируемый ангар с лежаками и 2 бассейн на крыше я его тоже покажу но не принцип почти 0 поменьше бассейн и побольше подняться на второй этаж здесь мы выходим на балкончик тут качельки бар детская площадка столики бижаки сам бассейн два детских бассейн то есть маленьких один большой он там детский раз детский два последнего кодов без отеля есть есть здесь есть парковка для машин бесплатно я вам скажу больше никто не контролирует и заезжает у хочет то есть можно принципе жить в соседнем отеле на торговаться здесь ну мужская сезон откроется они полноценно они будут контролировать но пока никто никто не контролирует ночью мы сегодня на завтрак у нас пирожные на макароны поиски не надо На макароны я уже сделал, перемешки, блюда по воде, овсяная каша, каша агеркулес, каша амадная, ну и там водичку. Рис с овощами, масло, это у нас овощи на грибе, это отзывная куриная, это у нас рыба под сыром, а это у нас под жаркой свинины, это у нас беточки по-селянски, это у нас баклажаны фаршированные мясом, это у нас солянка, вот у нас просто бульон куриный, а этот с рисом. Такой обед, вот неплохо, как ужин, ну здесь примерно все то же самое, что же у нас из блюд, рыба с овощами, вот так выглядит, крылочки, вот так, поджарка из свинины, примерно потому что там уже было в огне, мясо по-французски, как это выглядит, здесь у нас картофельное пюре, здесь у нас греча, и здесь у нас рагу овощную, ну и пирожные и овощи. Так что номер, который находится на первом этаже, на гостинице, даже на дверях выбита эмблема. Значит, номер двухместный, примерно это почти 10 на 10, то есть это около 9 метров квадратных, вот такая вот кровать двухспальная, мы всегда спать вот так, но мы спали так, потому что я объясню почему. Что тут есть, есть телевизор, там около 20 каналов базовых, холодильник, столик, ну для обуви и вещей, шкаф, окно и кондиционер. Даже вот так вот отставлено. Суть в чем, что здесь какие есть минусы, кровать не просто так стоит, и то она плохо так. Почему? Потому что кондиционер, вот тот, он дует вот сюда. Соответственно, вот здесь, когда спишь, тебе холодно. Я там немножко поворачивал вот эту жалюзи, и все равно через шкафу вот идет и на ноги. в этом есть проблема, конечно. Это первое. Ну, я не буду сильно подираться за то, что у меня из окна видно промзона, ну как внутренний дворик. Ну это ладно, в принципе, цена этого номера за два дня семь семьсот пятьдесят. Вот. Слышно, да? Вот так вот он всю ночь цокает под ухом. Тоже немножко дискомфортно. Такое ощущение, что все капает. Вот. Давайте посмотрим ванну. Вот так выглядит ванна. Вот. Ну и душ даже. Первым делом, что меня смутило, это кран очень высоко над раковиной. Очень странная схема. Вот. Ну, радует, что зеркало хотя бы такое, а не пластмассово, дешево, как обычно. В принципе, не страшно, но эстетически не очень. Ну, туалет. Здесь у нас крючки. И вот душевая кабинка. Единственное, минус того, что эта шучка вот здесь, а не на трубе. Почему? Если добра ребенок или еще кто-то, он туда не достанет. Ну, и, соответственно, кабинка. Так вот закрывается. Ну, кабинка из простых. Ну, и тазик еще есть. Ну, это не суть. Фена работает. Все нормально. Вот, в принципе, номер неплохой. Нам надо было 2 часа поспать. Значит, мы заселились вчера днем. Я специально ничего не снимал. Хотел посмотреть, как оно вживую. Вот. Сейчас утро. Ну, вот. Ощущения уже есть. Так что вот так вот. Я еще сегодня снимал другой номер на третьем этаже с балконом. Там наши друзья живут. Чтобы было понятно, какие номера, номерной фонд. Вот. Ну, и пока по этому номеру все. На третьем этаже вот еще один номер 317. Так, ну что, начнем на раз ванной. В принципе, ванна почти такая же, только тут нет стояка. Душевая с другой стороны. Здесь другое зеркало. Ну, и здесь нормальный экран. А не то, что у нас. Здесь немножко другой принцип. Тут. Вот так вот. Здесь, наверное, более уютный, но это немножко другой номер на троих. Да? Вот. Шкафы. Кондиционер. И здесь балкон. Кстати, по поводу бассейна. Вот там крытый бассейн. То, что я говорил. Вот. Так что, вот такой номер на третьем этаже. Это выход на сторону, где, ну, на другую сторону. А еще есть та сторона. Там, где бассейн. На улице. Так что, вот так. Угадайте. Много песка, но не пустыня. И рядом есть море. Нет, это не Саудовская Аравия. Туда же блюдо есть. Смотрите, сколько песка. Вот прямо до хера песка. Все в песке. Это Витязева, товарищ. Вот тут есть один минус. Вот. Видите барханчики, барханчики. Вот там вот. Море. Ну, есть и есть минус. Это падла. Море здесь цветет. Вот. Соединяется Азовская и черная. И вода более пресная, когда сильное солнце. В воде появляется водоросль. Не будем. Приехали вот здесь. Друзья. Не пришат. Не приехали. Вот так получается. Здесь водоросль совершенно. Ну, ты видишь, как в болото заходит. Сейчас до моря посмотрим, какое там море. Есть водоросль или нет. А так вот. Пожалуйста. Тут даже есть квадроциклы. Можно кататься. Это. А там. Вон там. Это. Анапа. Это барханчики. И в чем фишка. Есть пляж. Песочек. Очень большой и широкий. То есть, по сути, сколько хоть в людей поместится. Но есть минус. И песок, конечно, горячий. Ну что. Идем посмотрим. А вот пляж. У людей много. Ну и очень. Вода холодная. Хо-хо-хо-хо. И мутная. Ну это опять же минус. Это мутная вода. Опять же минус песка. Ну и опять же вы идете, идете. И не глубоко. Вон люди. И мне глубоко. Ну все минусы. Но вода холодная, конечно. Но зато водоросли нет. Зато водоросли я вам покажу. Но это еще не бурная растительность. Видите вода. Вот такие вот водоросли. Только когда шторма нет. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот такие вот. Ну вот. Вот так эта херня слизкой будет работать. Хочу показать вам как выглядит трава в городе Витязево. Вот она. Вот она. То, что я говорю. Да вот. Болото. Как будто мазут. Вот такая вот. Куда куда она подваться идет. Ну что. Сегодня я. Уезжаем. Мы сегодня. Мы здесь были с 9 по 11 июля 2020 года. Вот. Что хочу сказать. Как я понимаю. После карантина их открыли только 1 июля. Поэтому они вот. Вот буквально вот-вот только начинают. Отель полупустой. И видимо персонал тоже набран. Только не знаю. Потому что. Многие ничего не знают. Не умеют. Еще только приехали. Вновь с ними разговаривал. Вот. Общие впечатления об отеле неплохие. Не скажу, что плохой отель. Отель хороший. Из-за вот. Не знаю ни персонала. И не опытности. Конечно. Есть дискомфорт. А так в принципе. Полностью. Такой. Ну. Устраивает отель. Скажем так. В этом плане. Вот. Так что. С точки зрения рекомендации. В принципе. Отель рекомендую. С детьми. Потому что. Здесь есть аниматоры. Они пытаются. Как бы. Развлекать детей. Вот. Даже ездить с какого-то. Возле ресепшена. Вот. Единственное. Что. На первом этаже. Вот. Наш номер. Да. Если вы приехали надолго. Не рекомендую брать. Без балкона. Почему. Потому что. Если вы хотите. У вас будут. По-любому. Мокрые вещи. А там их сушить негде. То есть. Как вот. Я на выходные. Приехал. Без детей. Мы покупались. Плавали. Гуляли. В принципе. Мокрых вещей нет. Но. Если у вас будут. Мокрые вещи. То вам. К сожалению. Сушить будет негде. Это. В принципе. Неудобно. А так. В принципе. Все хорошо. И по питанию. Очень хорошо. И по отношению. И по всему. Так что. В принципе. Я не. Отель. Могу рекомендовать. Мне понравилось. Все. А сама. Просто. Сам Витя взяла. Не люблю. Потому что. Там. Вы видели. Да. Какая вода. На море. Это. Опять же. Не всегда. Конечно. Когда. Второй раз. Второй раз. Такая фигня. Это. Бич. Это его место. В Анапе. Та же самая вещь. Вот. Так что. Вот так вот. Ну. Все. Спасибо за просмотр. Если что не так. Снято. Или. Арсуто. Извините. Как бы. Это. Как бы.